приветствую вас на канале beer hunter мое имя олег и в этом видео мы с вами поговорим про арбалет как инструмент для охоты наверное многие из вас видели как отважные мужчины и женщины в сериалах или фильмах или может быть даже в жизни попадали на необитаемый остров и там сами мастерили себе лук в жизни на самом деле все не так уж это и просто сделать лук это целое искусство вы посмотрите какие сейчас луки делают из алюминия и блочные и клеены и из рогов и сухожилий это не просто взял палку согнул хотя на самом деле можно принципе так поступить взять палочку нагреть ее на паре от воды и придать необходимую нам форму эффективность такого лука конечно будет под большим вопросом как я уже сказал современная промышленность делает очень качественные вещи поэтому сегодня мы с вами поговорим о плюсах арбалета как оружие для охоты на примере арбалета doom а и 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 как видите оружие идеально сложено и если вы умеете стрелять вообще из любого вида оружия будь то пневматика или огнестрел, с арбалетом вы легко попадете в цель. Арбалеты, предназначенные для охоты, изготавливаются на современных технологичных производствах из качественных материалов, которые в любую, даже самую дождливую погоду, отлично выполняют свою функцию. Стрелы для охоты используются самые обычные, а вот наконечники на них накручиваются специальные, так называемые бродхеды, они с лезвиями. Скорость вылета стрелы достаточно быстрая для того, чтобы поразить практически любую цель. Правда, стрела летит какое-то время, то есть это не как с ружья, когда там за долю секунды уже пуля достигает цели. Тут речь идет о секунде, может быть, в зависимости от дистанции. Так или иначе, некоторые звери за это время успевают чуть-чуть пригнуться, эти моменты тоже нужно учитывать. Ну и как вы понимаете, стрелы на арбалетах история многоразовая, поэтому просто купив себе комплект стрел и грамотно им распоряжаясь, не стреляя по деревьям, по банкам, по доскам, по бревнам, этих стрел вам хватит очень надолго. Чаще всего охотятся за ситки или же с лобазом. Некоторые ребята все-таки идут и с подходом, охотятся с арбалетом. Максимальная дистанция для охоты с арбалетом составляет около 40 метров в зависимости от модели. И, как я уже говорил, у нас в России недавно разрешили официально охотиться с арбалетом. Единственное, что это уже вам нужен арбалет как оружие, а не как спортинвентарь, то есть с усилием более 43 килограмм, ну и соответствующие лицензии и все прочее. Роха там, ну и, короче, как с ружьем, все то же самое. Кстати, что касается разрешений. Несмотря на то, что охоту разрешили недавно, с арбалетом охотились, ну, практически всегда. Единственное, что это были частные угодья, там, в принципе, никто никогда вопросов не задавал. Ну, приходишь, говоришь, я пришел за тем-то, тебе дают место, ты идешь и все, и там, с чем хочешь, с тем и охотишься. Ну, наверное, стоит признать, что в современном мире никакого практического смысла в охоте с арбалетом нет. Как, собственно, и в самой охоте. Все можно купить в магазине. Поэтому охота, это в первую очередь интересное ощущение, которое арбалет вам обеспечит. Так что арбалет имеет место быть и в современном мире тоже. Заходите на сайт beerhunter.ru, звоните, наши менеджеры помогут вам подобрать арбалет. А на этом все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok